Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Афер телеканала РЕН продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Пресечь незаконную торговлю мобильные группы городской администрации проводят ежедневные мониторинги. Транспортная проблема, меры для налаживания бесперебойной работы автобусов и маршрутных такси обсуждали на заседании общественного совета. Мастер своего дела, гончар Евгений Козлов, способен за пять минут совершить маленькое чудо. Событием планетарного масштаба назвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. На оргкомитете, посвященному предстоящему спортивному форуму, губернатор акцентировал внимание на главных задачах, стоящих перед городами Кубани. Четыре игры чемпионата по футболу 2018 пройдут в Сочи. Первый тестовый матч на стадионе Фишт соберет болельщиков ровно через год, 21 июня 2017 года. Времени на расслабленную подготовку просто нет, заявил губернатор. Зона ответственности настолько велика, что не может быть никаких проволочий, никаких отговорок и никаких причин. Они приниматься просто не будут. Губернатор попросил глав городов, где будут созданы тренировочные площадки и базы размещения команд, а это Геленджик и Анапа, быть предельно внимательными к приему гостей иностранных игроков, подготовить эрудированных волонтеров, хорошо знающих иностранные языки. У нас есть костяк волонтеров, те, которые ездили в Сочи. И на них мы будем основываться и вокруг них тогда будем собирать это все. Но не растеряйтесь, и сейчас в группе руйки. А само событие, оно будет в летний период, в период курортного сезона. Я думаю, мы добавим туда тематики проведения чемпионата мира и все у нас будет замечательно. Мы давно встречаем гостей и умеем это делать. Вениамин Кондратьев остановился на вопросах безопасности во время проведения чемпионата. Ведь даже в такой стране, как Франция, не смогли избежать конфликтной ситуации. Здесь престиж не только края и Сочи, это престиж страны. Поэтому здесь еще раз подчеркиваю, не может быть мелочей. Еще раз подчеркиваю, не может быть. И не ориентируясь на то, что на самом деле прошли многое, имеем огромный опыт, мы такой город, такой регион, мы все сможем, мы все сможем. Если еще раз лишний раз перепроверим свои возможности, еще раз верим в действие, еще раз пройдемся по пунктам, что необходимо для того, чтобы провести чемпионат мира 2018 года на быстрейшем уровне. Глава города Сергей Сергеев раздал своим заместителям поручение по организации подготовки к чемпионату. Футбол – любимая игра анапчан. Курорт готов стать центром внимания мирового масштаба. Экстренное предупреждение распространило Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю. 1 и 2 июля местами в крае ожидаются ливни, шквалистые усилия ветра, возможен град. В администрации Анапы просят гостей жителей курорта внимательно относиться к предупреждениям об изменениях погодных условий, которые поступают по различным каналам, в том числе в виде смс на мобильные телефоны. Не игнорировать предупреждения спасателей на пляжах. Все правила написаны для того, чтобы отдых был максимально комфортным и безопасным. Сначала по поведению на воде. Вот сейчас действует штормовое предупреждение. Это волнение моря превышает допустимые значения, где можно безопасно купаться. Кроме того, подошел грозовой фронт. Для кого не секрет, что морская вода – это своего рода электролит. И любые разряды грома, удары могут привести к нежелательным последствиям. Поэтому категорически запрещается во время грозы купание. И если спасатели предупреждают, ни в коем случае не заходить в воду. В том числе очень внимательно следить за детьми. Что касается паводковой ситуации. В течение 20-30 минут, ну максимум часа, выпадает месячная норма осадков. В этой связи тоже. Мы, когда даем штормовое предупреждение, наши рекомендации ограничить выход на улицу, ограничить использование транспорта. И когда услышали или увидели предупреждение спасательных служб, в этом случае максимально усилить контроль за престарелыми и опять же за детьми. Незаконная торговля. В сезон эта проблема приобретает неслыханные масштабы. Коммерсанты не желают тратить время на то, чтобы оформить разрешительные документы и торговать в специально отведенных для этого местах. Они просто становятся на проходах к морю и самых оживленных улицах города. Чтобы пресечь факты незаконной предпринимательской деятельности, администрации курорта созданы 23 мобильные группы. Ежедневно с 11 утра до 2 часов ночи они проводят мониторинг по 9 городским маршрутам в курортной зоне, 4 пляжным территориям и 10 маршрутам сельских округов, включая придорожный сервис. Ежедневно в рейды выходят 58 сотрудников администрации. Сегодня наша съемочная группа прошла с рейдовой группой по улице Красноармейской. Уличные торгаши вновь оккупировали тротуары у центрального рынка. Выдворить их с проходного и прибыльного места не так-то просто. Рейдовые мероприятия идут каждый день. На нарушителя выписывают протокол за протоколом. Не налоги, так штрафы пойдут в бюджет. Но платить такие коммерсанты не хотят. При виде проверки бросают торговую точку. Вывозом таких прицепов должны озаботиться сотрудники ГИБДД. Стоит транспортный отряд. Вот оно стоит, прицеп. Оно закрыто, оно без документов, оно ничье получается. И оно мешает, оно создает помеху, вы видите, такое. Сейчас проверим. Можно его проверить. Чем ближе к вокзалу, тем больше теснятся пешеходы. Им навязчиво предлагают услуги низкопробного качества. Продавцы не имеют ни санитарных книжек, ни возможности соблюсти элементарные правила личной гигиены. Добрые ваши документы. У меня документов нет. А в той точке стоит хозяин? Узовите хозяина сюда. А как мы документы не можем? Закрываемся. Закрываем. Пройти бы здесь не одним сотрудником администрации, а единым фронтом вместе с полицией и Роспотребнадзором. На тротуарах стало бы свободнее, а желающих заработать быстрых денег в разы меньше. Мобильными группами администрации города-курорта в настоящее время составлено 450 протоколов об административных правонарушениях, значительная часть которых за торговлю в непредусмотренных местах и нарушении правил благоустройства. На заседаниях административной комиссии рассмотрено 139 протоколов, наложено штрафов на сумму 208 тысяч рублей. Высокий сезон – важна работа всех ключевых сфер деятельности. С наплывом отдыхающих нагрузка на общественный транспорт возросла в разы, и как следствие больше становится жалоб от населения и гостей курорта. Какие меры принимают муниципалитеты, чтобы наладить беспребойную работу автобусов и маршрутных такси, говорили на заседании общественного совета. 428 автобусов задействовано в пассажирских перевозках в летнее время. На 100 больше, чем в межсезонье. Продлен график работы общественного транспорта до полуночи. Уменьшен интервал движения автобусов. Состояние дел в отрасли улучшилось, но замечания есть, отмечают общественники. Приятно было смотреть, когда на линии появились чистые автобусы, когда они помытые, все это самое. То есть есть водители, которые с ответственностью относятся к своей работе. А есть все-таки водители некоторые, очень относятся плохо. Выезжает на линию автобус грязный. Если ряд, допустим, стоит автобусов на остановке, то он рядом становится, высаживает пассажиров и поехал дальше. То есть ему лень подождать, я не знаю, или чем это связано. Но создается аварийная обстановка. Оперативно принимать меры по жалобам людей рекомендует председатель общественного совета Александр Смирнов. Он отдал дорожно-постовой службе немало лет и знает, как сложно организовать дорожное движение в высокий сезон. Пассажиров очень много, без трудностей не обходится. Скоро контролировать работу общественного транспорта станет проще. Создается единый диспетчерский центр. Данный диспетчерский центр позволит мониторить транспортные средства, оснащенные системой позиционирования ГЛОНАСС. То есть в режиме реального времени отследить местоположение, скорость автобуса, а также отклонение его от маршрутов. На сегодняшний день уже оснащено 339 транспортных средств приборами, что составляет порядка 80%. Добросовестные перевозчики тоже стараются повысить качество услуги. Приобрели 9 низкопольных автобусов. Они удобны для маломобильной категории граждан. По возможности идет и обновление автопарка. Члены общественного совета также обсудили проблемы в организации дорожного движения. Четвертый год в России действует программа по поддержке малого бизнеса. На территории Анапы эта программа также нашла существенное применение. С продукцией колхозно-фермерского хозяйства семьи Кобелян потребитель знакома не только на территории нашего края, но и далеко за его пределами. Получив три года назад финансовую поддержку от государства, семья вложила средства в агробизнес. Успех не заставил себя ждать. В этом году предприниматели вырастили самый ранний урожай арбузов. У мамикона Кобеляна рабочий день начинается в 4 утра. По убеждению фермера, именно с первыми лучами солнца необходимо пройти по бахче и перевернуть созревающие арбузы под солнечный свет. На территории величиной в несколько гектаров уже поспели красные и желтые лакомства. 10 апреля он высадил в открытый грунт саженцы арбузов и к концу июня уже получил достойный урожай. Теперь мамикон с уверенностью может назвать себя фермером. Продукция выращена собственными руками. С арбузным бизнесом занимаемся уже давно, лет 20, может быть, даже больше. Просто подтолкнули, чтобы сами начали выращивать. Вот это субсидирование, благодаря которому сделали, мы теплицу построили, субсидию получили. И начали потихоньку этим бизнесом заниматься. Сами выращивать уже. Так легче стало. Землю под сельхозугодья взяли в аренду в районе хутора Рассвет. Родник из ближайших гор обеспечивает бахчу необходимой водой. Чтобы ее использовать, аграриям пришлось выкопать собственный водоем и закупить капельно-поливочное оборудование. А на полях, где расположена бахча, всегда попадает солнце. Эти благоприятные условия позволили вырастить ранний урожай без использования вредной химии. Накрываем пленкой, даже два слоя пленкой накрываем. Ну, она там внутри точно не замерзнет. Это же все-таки не Магадан. Ну, потом раз посмотрели, что арбуз уже там растет, там по полметра плетный пошли. Ему дышать надо. Мы уже дырки делим, уже, естественно, и тепло становится. Сделали там. И 10 мая уже у нас мы его раскрываем полностью. Вот эти дуги снимаем, и он сам по себе растет. Вот поэтому он попадается нам месяц-полтора вперед. Кроме арбузов, у хозяйственников в теплицах дозревают помидоры. На многокилометровых грядках поднимают пушистые побеги белый и розовый салат. В теплицах и на полях работает все семейство. Фермер уверен, если государство и впредь будет поддерживать сельское хозяйство, то Кубань полностью сможет отказаться от импортных продуктов. Но для этого нужно обеспечить местных производителей рынком сбыта и доступными торговыми точками. Тогда жители и гости города-курорта Анапа смогут получить к столу качественные и недорогие продукты. Гончар Евгений Козлов получил почетный знак «Мастер декоративно-прикладного искусства Кубани» за творческие достижения, а также передачу опыта молодому поколению. Такая награда в активе «Унапчан» первая. На глазах наших корреспондентов «Мастер совершил маленькое чудо». Одну из своих фирменных игрушек «Мастер назвал кубанским соловьем» так и повелось. Когда работал в Горгипе, я там нашел похожую птичку в экспозиции. Ей то ли 3,5, то ли 4 тысячи лет. В будущей игрушке делается полость, затем она закрывается куском глины. Вот здесь вот, это называется полочка, здесь вот ровно у нас. А вот здесь делаем остренько. Называется это язычок у флейта. Некоторые секреты считают какие-то. Вот сюда будем дуть, и вот на этот язычок попадает воду. Четыре отверстия в боках, и получается один из самых древних музыкальных инструментов. Инструмент, несмотря на то, что сделан за считанные минуты и на глаз, достаточно точно воспроизводит положенные пять нот. Мастер объясняет это опытом. Декоративно-прикладным искусством Евгений занимается около 40 лет. После института он прошел путь от инженера до директора предприятия в Воронежской области. Уже в Анапе позанимался бизнесом. Но гармония наступила в момент, когда основной профессией стало давнее увлечение. Когда начинаешь заниматься ремеслом, то, собственно говоря, переоцениваешь ценности. Сегодня именно такие небольшие игрушки помогают зарабатывать на жизнь. Есть серьезные работы. Основа – сосуды, выполненные на гончарном круге. Узоры накладываются сверху. Навеянной керамикой, которая выставлена в различных музеях. По совокупности достижений – награда. Почетный знак – мастер декоративно-прикладного искусства Кубани. Первая в Анапском районе. Для мастера приятно, конечно. Вторая часть формулировки связана с передачей опыта молодежи. Мастер проводит короткие уроки, а на постоянной основе в его студии занимаются до полусотни ребят. Несколько человек поступили, мои девочки, в детскую художественную школу. Я горжусь. Самая лучшая школа наша, на Крымской, которая, в принципе, ну я считаю, что по краю одна из лучших. Ежегодно через руки Евгения проходит до пяти тонн глины. Перед использованием ее, помимо того, что добыть, нужно очищать, смешивать. Иногда технологический процесс может занимать до нескольких лет. Но в итоге получается один из древнейших материалов. Все секреты работы с ним давно раскрыты. Главная практика. У одного одни руки, у другого другие руки, у третьего третьи руки. У всех разные, получается, посуды, игрушки. У нас индивидуальное все равно ремесло, и каждый мастер – это мастер. Мне вообще приятно вот на Кубане. Все люди, кто вот занимаются народным творчеством, ремеслом, все хорошие люди. С единомышленниками мастер встретится уже в ближайшие дни на краевой выставке. Там он представит такую посуду с оставшими уже фирменными кубанскими соловьями. Ребята, отдыхающие во Всероссийском детском центре «Смена», познакомятся с профессией космонавта и особенностями жизни на орбите. О том, каково это – быть космонавтом, ребятам расскажет летчик-космонавт, герой Российской Федерации и Республики Киргизии Салижан Шарипов. Он провел за пределами земной атмосферы 200 суток. Из них 10 часов работал в открытом космосе. Как рассказали в пресс-службе Всероссийского детского центра, «Сменовцы» смогут отведать настоящей космической еды, а также провести стыковку на специальном тренажере. Организаторы отмечают, что космонавтами по-прежнему мечтают стать многие мальчишки и девчонки. Вероприятие поможет им понять, готовы ли они пройти все испытания, а также, что помимо космонавтов есть еще не менее важные интересные профессии, связанные с управлением полетами и подготовкой к ним. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Комплекс «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300.